Казанская школа магнитного резонанса, известная на всю страну и далеко за ее пределами своей богатой историей и традициями, никогда не оставалась в стороне от качественных изменений, происходящих в КФУ. Вот и создание в университете стратегических академических единиц не обошлось без ее участия. Сегодня ученые КФУ активно задействованы в четырех научных проектах, причем в двух из них стратегические академические единицы «Эко-нефть» и трансляционная 7П медицина «Магия спектра» пришлись весьма к стати. Коллеги изучают детально те компоненты, из которых стоит нефть. Тяжелая нефть, одним из самых таких компонентов, которые придают ей высокую вязкость, как раз высокую плотность, это асфальтены и смолы. К сожалению, на сегодняшний день эти компоненты нефти не так сильно изучены, хотя именно они как раз преобразуются в ходе применения термических методов увеличения нефтеодачи. Научная группа лаборатории ЯМЭР «Структура» занимается исследованием строения новых веществ, лекарств будущего, а также помогает нефтяникам заглянуть внутрь процессов, протекающих при подземной переработке нефти. Руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» Михаил Варфоломеев поделился, как ядерный магнитный резонанс позволяет заглянуть внутрь самого процесса. Для того, чтобы разрабатывать новые технологии, нам нужно понимать механизм того, что происходит. В Казанском университете существует центр превосходства в области термических и термокаталитических методов подземной переработки нефти и увеличения нефтеодачи. И как раз метод ЯМЭР, он видит то, что происходит, каждый фрагмент молекулы можно выделить и в принципе можно увидеть все составляющие. Методы спектроскопии высокого разрешения для устранения проблем медицины, разработанные в лабораториях КФУ, всегда были очень востребованы у производственников, потому что позволяют оперативно определить состав любого вещества с максимальной точностью. С участием Казанского университета в программе повышения конкурентоспособностей возможностей у КФУ стало гораздо больше, и Казанский федеральный уже готов принять новые вызовы. Стоит отметить, что стратегическая академическая единица «Эко-нефть» возлагают на ЯМЭР методы большие надежды. Ведь на данный момент только ЯМЭР спектроскопии способна дать самую полную картину, как по качественному, так и по количественному составу углеводородов, что очень ваше для решения задач, поставленных перед учеными КФУ. Они позволяют установить тонкую структуру нефти, выделить непосредственно фрагменты, из которых состоит нефть. Это очень важно для того, чтобы прогнозировать успешность применения этих технологий и в принципе разобраться вообще, что же происходит при их воздействии в пластовых условиях. Остается лишь добавить, что применение методов ЯМЭР спектроскопии в нефтедобыче и нефтепереработке в России практически не распространено. И Казанская школа магнитного резонанса получила еще один шанс заявить о себе на весь мир. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.